Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас великое благословение служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащее нам поприще на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучало Евангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам. Мы несем туда весть. Я вдохновляю вас. Присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Молитвенной, финансовой. В том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, и пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог благословит вас. Присоединяйтесь. Становится, знаете, какая-то интересная тенденция в последнее время. Стала очень важной и уважительной причиной работа. Я, знаете, я заметил, что вот центром нашей жизни, центром нашего поклонения, центром нашей веры становится неупование на Господа. То, для чего ты родился, то, для чего Бог дал тебе великое благо жить на этой земле, вдохнул у тебя дыхание жизни. Замысел Бога, знаете, не был такой, что вот я дам, чтобы они родились на этой земле, наполню их жизнь суетой, ссорами, войнами. Замысел Бога был в том, чтобы сотворить тех, которые будут подобны Ему и достойны Его, чтобы поклоняться и славить Его. Каждый из нас, когда пережил чудо рождения ребенка, каждый из нас, когда взял его на руки, каждый из нас мечтал о чем-то. И я уверен, что ни один из родителей не ставил такую цель. Надо родить ребенка. У нас огород большой. Вот рожу, слава Богу, потерплю лет семь, а там семь лет его выпну, пусть идет, копает огород. Еще одного рожу, потому что корову пасти надо. Рождение человека – это великий дар от Господа, который Бог дает. Потому что великое таинство в рождении ребенка, в том, что он рождается, и Бог дает ему дыхание жизни. Аминь. И удивительно, что Писание говорит, что мы рождены, чтобы жить вечно. Мы странные люди, мы очень примитивные, мы живем в определенных отрезках времени. Вы помните, когда мы были детьми, и мы, по крайней мере, я помню, надо идти в первый класс. У тебя спрашивали, ты хочешь в школу? Я говорил, нет. На самом деле хотел, очень сильно. Хотелось быть быстрее, взрослее, хотелось как-то быстрее быть старше, хотелось как-то быстрее, чтобы эта школа закончилась. А сейчас живу в другом измерении. Думаю, вот хорошее было время тогда, вот пожить бы в то время, вот так вот, еще в школу походить, еще ни о чем не думать. Но как-то жизнь слишком быстро течет, она слишком быстро проходит. И ты приходишь к какому-то другому моменту жизни, ты начинаешь задавать себе вопрос, а для чего живу? К чему стремлюсь? Куда иду? Одни люди находят оправдание, иду в никуда. Кладбище и конец, и на этом закончилось. Поэтому надо вот здесь вот что-то творить, чудить и все остальное. Другие говорят, пока молодой, надо насытиться жизнью, потому что старость не радость, поэтому вот надо сейчас. Но что для нас, верующих, которые опознали Господа, что для нас является ценностью? Неужели ежедневные труды? Неужели суета жизни, обиды, споры, недовольства стало хлебом для нас в каждом дне жизни? Бог посмотрел на нас и понял, что нам нужна церковь. Бог посмотрел на нас, и Он понял, что один из нас, каждый из нас, Он не сможет сделать то, к чему Бог определил его, предназначил его. И Он сказал, я создам церковь, врата до ее не одолеют. То есть, единственным местом прибежища для моей души является то место, где Бог будет говорить со мной, где Бог будет направлять меня, где Бог будет точить меня, где Бог будет смирять меня, где Бог будет обнимать меня, говорить к моему сердцу. Мы странные с вами. Мы ругаемся, мы спорим, мы пренебрегаем чем-то. Можем церковью пренебречь, оправдание хорошее найти. Я тут как-то еду, один брат выезжает с ворота, я ему звоню, говорю, слушай, ты на каком служении был? А он говорит, пастор, был, но не в это воскресенье. Но обещаю впредь быть каждое воскресенье. Я с вами говорю, думаю, ну, успешный человек, благосовенный бизнесмен, но мне надо ему напомнить, что ему надо прийти в церковь. И он как хороший, знаете, такой двоечник, хорошо исправлюсь. А если я не замечу, что у тебя не было в церкви, ты появишься еще в следующее воскресенье, или тоже будут дела? Нам нужно понять, церковь это место, которое формирует нас и приготовляет нас для вечности. Послушайте, это слишком серьезный вопрос. Чтобы выучиться водить машину, нам нужно, знаете, пойти ходить какое-то время, и когда ты придешь туда получать права, ты учился? Нет, не учился, иди учись. Плохо учился, пришел сдавать экзамен, не сдал, пересдавай еще. И мы очень себя дисциплинируем в том, что ну надо учить правила, надо сдавать вождение, ну надо как-то, ну это серьезный вопрос. Чтобы получить профессионалом в какой-то сфере, мы еще больше учимся, чем закончить школу. Мы еще проходим какую-то специализацию, мы еще много еще потом дополнительных семинаров, потом еще много каких-то тестов, потом еще в процессе, когда ты уже профессионал, тебе все равно нужно еще поддерживать себя в определенной форме. Почему? Ну я же профессионал в определенной сфере, если я не буду от себя поддерживать, профессия уйдет слишком далеко от меня, я отстану, я стану не квалифицированным специалистом, мне нужно подтвердить свою квалификацию. А провести вечность с Богом на небесах, а провести не 20 лет, не 10 лет в профессии, или 40, или 50, или даже 70 в профессии, а миллионы, миллионы, миллионы лет с Богом. Скажи мне, нам нужно приготовлять себя для вечности, или достаточно, просто туда попаду. Чем-то, знаете, таким коротким, маловажным мы заняты. Поэтому для нас сейчас, в нашем поколении, мы странное поколение, для нас аргумент, что я работаю, становится выше, чем я прихожу, чтобы приготовлять себя к вечности. Вечность подождет у меня работа. Но многие из нас, мы встретимся с вечностью намного раньше, чем мы закончим нашу работу. А мы этого не понимаем, мы этого не знаем. И Библия говорит, что Исаак, сын обетования. А представьте, насколько на нем была великая ответственность. У него рождается два ребенка. Библия говорит, что Бог весьма благословил, что Авимлих испугался. И там написано, что люди начали ему завидовать. Исааку начали завидовать. Почему? И весьма Бог благословил его. И много овец, и много земли, и много богатства стало у него. Бог был с ним. И люди начали завидовать, забрасывать камни, которые выкопал отец Исаака. Они начали забрасывать эти камни. Они начали заваливать их. Часто в нашей жизни бывает так, когда мы имеем какое-то предназначение от Бога. Мы люди Божьего успеха. Бог определил нас для того, чтобы мы оказали влияние. Мы великое Божье наследие. В это время появляется враг, которому не нравится твой успех, который не нравится, чтобы твои дети поклонялись Богу. Ему не нравится, что ты ходишь ищишь Господа. И он посылает тех, которые начинают заваливать твой колодец. Он посылает тех, которые начинают принуждать тебя менять работу. Он принуждает тебя в том, чтобы ты переехал с одного района в другой. Поменял квартиру, место жительства. Начинают там что-то делать с тобой. Исаак проходит через это. Послушайте, Исаак прожил 180 лет. Ему было достаточно времени подумать о том, как ему оказать влияние на своих детей. Он не был таким великим, как его отец Авраам. Но он был человек, который оказал влияние на сына своего, который самый упоминаемый из всех имен Библии. Он родил Иакова. И вот этот папа, который смотрит на своего ребенка, и он хочет оказать великое влияние на его жизнь. И он живет достаточно долго на этой земле, чтобы сделать какие-то определенные выводы, чтобы прийти к чему-то. Я не знаю, говорил ли Господь с тобой про твоих детей. Говорил ли Господь тебе о том, что центром твоей жизни должно быть место, где ты будешь поклоняться Господу. что центром твоей жизни есть Господь, от Которого зависит успех, здоровье, в том, чтобы ты не нуждался ни в чем, чтобы ты был доволен тем, что у тебя есть, чтобы источником твоей радости была не зарплата, которая через 4 месяца будет тебя не удовлетворять, а источником твоего вдохновения, наслаждения жизнью был Господь, Который придет к тебе не только тогда, когда у тебя все хорошо, но и придет к тебе тогда, когда все плохо. Бог не обманывает нас, Бог не говорит нам о том, что, знаете, у ваших детей не будет никаких проблем, у вас не будет никаких проблем. Бог так не говорит, но Бог говорит, когда у тебя будут проблемы, когда у тебя будут трудные времена, я приду к тебе, я не оставлю тебя, я утешу тебя, Я поддержу тебя. Господи, что мне нужно для этого? Пребывай в доме моем. Поклоняйся мне. Не оставляй меня. Я Бог, который никогда не оставлю тебя. Но ты никогда не оставляй меня. А мы в суете жизни меняем акценты. Мы считаем, что мы слишком устали, чтобы заставить свою плоть прийти поклоняться Богу в воскресенье. Мы слишком устали. Нам нужно хорошо отдохнуть, чтобы хорошо работать и заработать много денег. Но мы не знаем, что через какое-то время у нас будет диагноз. И врачи скажут нам, что нам нужно что-то с этим делать, потому что они помочь нам не могут. Мы странные люди. Мы часто идем к Богу, как в аптеку, когда, знаете, когда нас припекло, когда заболело, когда трудно, когда тяжело. Мы в доме, Господь. Как только мы получили ответ, как только мы получили помощь, такое чувство, что нам Бог нужен только на какой-то короткий период времени. Вот только вот на этой земле. Бог, заботись обо мне. Бог, помогай мне. А то, что в вечности, то, что там впереди, Господь, меня-то мало волнует. Мне лишь будет сейчас здоровье, крепость, сила. Для чего? Чтобы побольше заработать, побольше иметь, закрыть кредиты, как-то вот справиться, чтобы мои дети были одеты не хуже, чем другие. Бог говорит, послушай, у меня есть другие цели в твоей жизни. Ты слишком короткие цели в своей жизни поставил. У меня есть план для твоей жизни. У меня есть предназначение для тебя. Я уже когда-то рассказывал эту историю, еще раз расскажу ее. Я еду, и Бог начал говорить со мной. Какими ты хочешь их видеть? Бог, я хочу, чтобы они были хорошими людьми. Я хочу, чтобы они служили тебе. Я хочу, чтобы они были хорошими мужьями. Я хочу, чтобы они были благословенными. И говорит, как ты думаешь, школа их сделает такими? Они каждый день ходят в школу. Говорю, Господь, не думаю. Как ты думаешь, а на воскресную школу ты их водишь, она сделает их такими? Я думаю, Господи, это недостаточно. И Бог говорил когда-то мне, твои сыновья будут учиться от тебя, даже тогда, когда ты будешь молчать. Вы знаете нашу жизнь. Мы их с самого рождения приносили в дом Господень. И мы их ставили возле себя. И они не пропустили ни одно служение. И я их отпустил везде, где было только какое мероприятие в церкви. Потому что церковь была приоритетом жизни. Поклонение Богу было приоритетом жизни. Время, которое мы проводили вместе, мы рассуждали о Боге, мы ехали куда-то в лес, мы шли на речку, на рыбалку. Мы просто проводили время вместе, но центром нашей жизни была молитва в каждом дне, когда мы склоняли наши колени. Каждый вечер. Мы это делаем до сегодняшнего дня с теми, кто остался в нашем доме. Мы стоим пред Богом, и мы вместе молимся. И мы соединяемся в поклонении Богу. С самого детства они видели в доме жертвенник. С самого детства они видели, что центром жизни является поклонение Богу. мы можем дать им хорошее образование, мы можем дать им прекрасные профессии, но если мы не дадим им Бога и не откроем для них вечность, для чего тогда нам все это надо было? Иисус Навин, который умирает, Он знает, что пришло Его время. Придите домой, откройте последнюю главу Иисуса Навина. Он собрал людей и говорит, послушайте, изберите для себя, что будете делать? Приходит мое время, я ухожу. Вот представьте, если бы у нас оставался сегодня последний день нашей жизни. Вот мы знаем, завтра мы уйдем в вечность. Вот родители, мы бы собрали наших детей. Вот о чем бы мы с ними поговорили? Иисус Навин, который великий полководец, который государственник, который утверждает царство Израиля, который много что делает, Он собирает народ, и Он говорит им о государственном устройстве, Он говорит им об экономике, о чем Он с ними разговаривает. Он говорит им, изберите для себя, кому вы будете служить. Я ухожу, приходит время моего ухода, но вы решите для себя, с кем вы будете. Будете ли вы служить в Аалу, будете ли вы поклоняться каким-то вещам, будете ли вы просто посвящены всю свою жизнь только работе. Вы для себя просто решите, что важно в вашей жизни. И там Он говорит, а я, и дом мой, мы будем служить Господу. И эти все люди, которые стояли там, они все говорили, и мы будем служить Господу. И мы будем служить Господу. Скажите, когда мы будем с вами уходить в вечность, мы соберем наших детей, и мы будем понимать, что дни наши сочтены, о чем мы с ними поговорим. Знаешь, сын, ты вот в этом банке ипотеку не бери. Там проценты высокие. Я 30 лет за нашу квартиру работал, три цены заплатил. А ты, сынок, не вздумай повторять мои ошибки. Не вздумай менять бабушкину квартиру на видеомагнитофон. О чем мы будем говорить с нашими детьми? Про видеомагнитофоны? Про специальность? Про здоровье? О чем? Я уверен, если мы любим Бога, и мы планируем проводить вечность на небесах, мы будем говорить с ними о вечности и о Боге. Знаете, почему? Это центр нашей жизни. Это секрет нашего успеха. Написано, Иисус Навин, когда собрал народ, и они сказали, мы будем служить Богу. Когда он них распустил, он умер. Это была его последняя встреча. Это было его завещание. Это было его напутствие. Это было обращение. Иисак прошел через большие вызовы. Представляете, когда к нему пришли люди, говорят, слушай, уходи от нас. Сам Авимилех, царь, пришел и сказал, ты должен выехать. Ты должен уйти. И он уходит. Есть два пути нашего успеха. Первый путь, это наше откровение с Богом. Это когда ты молишься, и ты получаешь слово от Господа, что тебе нужно делать в данный момент твоей жизни. Но я уверен, что если Господь будет говорить с тобой об этом, то Господь поговорит с тобой именно о жертвеннике, потому что все вокруг поклонения Богу. И почему мы часто вдохновляем людей, чтобы они служили жили? Потому что оказывать влияние на других нужно самому себя приводить в порядок. Представляете, когда вы являетесь, поете в хоре или играете, и вы готовитесь к служению, это для вас не что-то такое, ну, пришел, отыграл. Если это для тебя именно вот так вот, пришел, отыграл, лучше не надо это делать. Богу не нужно, знаете, мы, вот, сынок, убери после себя, убери. Ну, что, ты хочешь? Ну, сынок, ну, ой, успокойся, помой я посуду. Вот, помыл посуду, на, мам, тебе, хочешь чистую тарелку? На, смотри, я умею мыть посуду. Вот если мы так относимся к служению Богу, что Бог, что ты хочешь, чтобы мы поклонялись себе, да нет проблем, да я профессионал, я приду, я отыграю определенную партию, я умею играть, Господь. Мы не впечатлим Бога этим. Ни одна мама не будет счастлива, если ребенок возьмет, помоет тарелку и бросит ей, на, смотри, вот чисто, я уже все сделал, ты это хотел от меня? Вот так часто выглядит наше отношение к тому, что священно в очах Господних, когда Бог говорит, что его жертвенник, его алтарь, его место поклонения это священно, он духом в Союзе приходит и он говорит, когда даже у вас соберется немного, двое, трое, но я посреди вас, я посреди вас. Я не верю в то, что лидер домашней группы, когда он готовится к служению, он, знаете, так, а приду просто там, ну просто что-нибудь там. Он готовится. Это жертвенник, он молится, он склоняет свои колени, он свое сердце склоняет, он ищет лица Господня, Бог, как проговорить мне к этим людям, как достучаться до их сердца, как вдохновить их, продолжать следовать за Христом, как продолжать верить. Бог, я вижу чудеса в их жизни. Я уверен, что человек, который занят в поклонении, он приходит при лицо Господне, Бог, приготовь меня, используй меня. Я хочу, чтобы твое присутствие пришло. Человек, который душепопечитель, который принимает, человека, который только пришел в церковь, он нуждается, Бог, дай мне вот это ключевое слово, которое я произнесу, и оно коснется его сердца. Ашер, который принимает людей, он молится, Бог, дай мне мудрость, потому что разные люди приходят, кто-то приходит недовольный, кто-то счастливый, кто-то радостный, кто-то грустный, кто-то первый раз, кто-то не очень опрятный, кто-то прилежный, Господи, дай мне мудрость, быть нелицеприятным, Господи, расположи мое сердце, послужи этим людям, они приходят в дом твой. Это и есть твой в жизни жертвенник, где ты служишь, где ты поклоняешься, и это дисциплинирует тебя. А когда в твоей жизни нет жертвенника, когда в твоей жизни нет молитв, когда в твоей жизни нет духовного назидания, когда нет общения с братьями и сестрами, твоя жизнь становится бесплодной. Вчера мне очень понравилось, как брат Леонид сказал, что когда берешь ветку и перевиваешь ее, дерево, она начинает приносить плод, а если ты берешь ветку, то ставишь ее в воду, она расцветает даже. Он вчера привел такой интересный пример, я сидел смеялся, он говорит, мы ломали веточки и ставили в воду, чтобы первого мая пойти, и чтобы эти веточки зацвели. Вы так делали, да? А нам не нужно было это делать. Знаете почему? Потому что у нас первого мая уже все цвело. Нам не нужно было ломать веточки, мы больше берегли природу, поэтому там у нас больше всего, знаете, растет сегодня. Почему? Потому что мы не отламывали, а мы прям оно росло, и приносило плод. Поэтому когда яблоня цвела, я сходил, думаю, зачем яблоняло, там же яблоки будут. А тут даже когда ломали эту веточку, ставили ее, и она даже зацветала, она не может принести плод. Она не привита к дереву. Ты можешь не ходить в церковь, ты можешь даже называть себя христианином, ты даже можешь иногда читать Библию, но если у тебя не будет общения, если у тебя не будут жертвенников жизни, если у тебя не будет церкви, ты будешь красивым, цветущим, но бесплодным, бесплодным. тебе нужна церковь, тебе нужно быть привитым, козе. Я жила у женщины на квартире, у нее была сестра верующая, она мне засвидетельствовала, Господи, я приняла, пригласила меня на собрание, это было в 55-м году, мне было 19 лет, сейчас мне 81 год, в 64-м году мужа с работы забрали, за то, что мы служение у себя в доме собирали, штрафовали нас, предупреждали, но мы все равно продолжали собирать, ссылали нас в Гаинский район, поселок Усть-Черная, месяц он сидел в тюрьме, потом его отправили на выселку, три года он был на выселке, ему давали пять лет за хорошую работу, его отпустили по половине, через три года мы приехали обратно, благодарю Господу, что он мне открылся, он меня нашел, что он открылся моим детям, внукам, я очень благодарна Господу, у меня 12 детей, 67 внуков и 30 правнуков, я желаю молодежи, чтобы они читали Слово Божие, ходили на богослужения, постоянно, регулярно, по возможности, кто чем может служить Господу. Добавил субтитры, Продолжение следует...